Советую приобрести, если у кого-то дети есть очень интересные бабочки, тоже фитиль поджигаешь, бросаешь только не в снег, а вот на ровную гладкую поверхность. Они вращаясь, образуют круг светящийся и взлетают кверху. Наталья Емщикова уже не первый год работает в магазине пиротехнических изделий. В преддверии Нового года в этот магазин приходит масса покупателей, чтобы приобрести к праздникам разнообразные фейерверки и хлопушки. Каждому клиенту Наталья предлагает не только широкий ассортимент товара, но и напоминает о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. Можно поджечь спичками или зажигалкой. Зрители должны находиться в это время за пределами опасной зоны, то есть в радиусе не менее 20 метров. По мнению инспекторов пожарного надзора, любые пиротехнические изделия, будь то фейерверки, петарды или даже хлопушки, это потенциальная опасность. Поэтому необходимо знать и придерживаться правил безопасности при их использовании. Самое главное, покупать пиротехнические изделия нужно только в специализированных торговых точках, а не на рынке. И приобретая огнеопасный товар, следует внимательно ознакомиться не только с инструкцией по применению, но и с сертификатом соответствия. Совершая покупку, необходимо обратить внимание на сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности, целостность упаковки и этикетки. Также обратить внимание необходимо на маркировку, то есть все надписи на пиротехнических изделиях должны быть выполнены на русском языке, и наличие инструкции по эксплуатации данных пиротехнических изделий. Перефразировав известную поговорку, можно сказать, что петарды детям не игрушка. Поэтому пиротехнические изделия в специализированных торговых точках продают только тем, кому уже есть 16. В первую очередь стоит напомнить о том, что пиротехнические изделия нельзя использовать в закрытых помещениях. Запускать салюты можно только на улице, вдали от жилых домов и детских площадок. Ксения Зайцева, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».